15 часов 8 минут в Москве. Это программа «Персонально. Ваш» в студии Лиза Никина. И у нас сегодня гость, замечательный гость, еще и вживую, прямо в нашей студии. Те, кто смотрит нас в Ютубе или в Яндекс.Эфире, могут его наблюдать. Писатель Виктор Ерофеев. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с рейтинга нашего дорогого президента Владимира Путина. Левада Центр опубликовал сегодня опрос, согласно которому процент людей, которые хотят видеть президента на новом сроке, он достиг уже кремлевского, так сказать, ой, господи, кремлевского, до крымского рейтинга. Это 41% не хотели бы видеть, и всего 48% хотят. О чем нам говорит вот такое вот изменение рейтинга? Ну, вы знаете, дело в том, что, несмотря на то, что он, конечно, стал царем, но и у царя выходят сроки. А потом, знаете, сказочный царь, когда он стареет, он немножко превращается в хащея бессмертного. А это уже как-то народ переживает иначе. Поэтому мне кажется, что после такого большого срока уже можно было бы от него устать, и, кажется, народ начинает этим как раз и заниматься. Ну, если я не ошибаюсь, всего 4 года назад, в 2017 году, был максимум, прям максимум. 67% хотели видеть Путина и дальше в роли президента, но потом пошел вот такой вот резкий спад. Ну, наверное, какие-то были ошибки сделаны со стороны Путина, и народ на это отреагировал. Ну, все мы знаем, что там с пенсиями как-то не так получилось. Наверное, и с голосованием по Конституции тоже как-то выглядело это все не совсем корректно, так мне кажется. Ну, и многие другие ошибки, потому что, в общем, народ беднеет, страна находится в изоляции, каждый ищет свою блоху, которая ползает по телу нашего лидера. Вот, поэтому, в конечном счете, действительно, да нет, ну, конечно, пора уходить. Даже если, я думаю, какие-то доброжелатели, союзники, соратники, ну, все-таки есть уже молодые, новые, и пора двигаться дальше в стране. Ну, то есть вы думаете, что сейчас это именно усталость, а не какие-то действия властей, например, разгон митингов, арест Навального, заключение Навального? Знаете, все вместе. И усталость, и разгон митингов, и палками не надо бить население, которое просто хочет перемен, и арест Алексея, и фарс, который его обвинили в том, что он склонен к побегу, это какой-то идет сумасшедший фарс такой, даже не цирк уже, а просто какие-то адские издевательства. Мне кажется, что у каждого есть своя причина сказать спасибо, до свидания. Что может сейчас сделать власть для того, чтобы эту ситуацию исправить? Вот в 2014 году, когда рейтинги тоже постепенно опускались, был Крым, и все сразу такие, вау, как круто, давайте пусть Путин будет дальше президентом. Я бы не стал подсказывать власти, что надо делать. Думаете, они наслушают? Слушайте, я, в общем, не раз попадал под настоящую молотилгу власти, например, там в историю альманаха Метрополя, мы думали с Аксионом, Вознесенским, Высоцким. Как они отреагируют? Мы говорили, вот глупый ход может быть, такой средний, умный. Они шли по самому глупому, не просто по глупому, по самому глупому. Ничего не изменилось с тех пор. Хорошо. А вообще для власти сейчас важен рейтинг? Я думаю, для власти рейтинг и важен, и не важен. С одной стороны, это какая-то турбуленция, безусловно, вот говорят, смотрите. А с другой стороны, мы все-таки на палках и на штыках строим свое будущее пока, а не на рейтингах. Ну вот в таком случае вообще будет ли власть обращать внимание, упал рейтинг Путина, или скажет, ну и что? Ну кому это вообще интересно? Мы же все равно на следующих выборах, если захотим, победим. Что нам этот рейтинг? Ну, все-таки, понимаете, ведь наш царь, он же такой пацан из Ленинграда, и пацану нужно, чтобы был рейтинг. Ну вот это гопническая такая диалогия, так что, в общем-то, чтобы была уважуха, чтобы были какие-то... Нет, ну для уважухи же можно просто нарисовать ему красивые цифры. Нет, это нарисуют. Но с другой стороны, ему тоже хотелось бы, чтобы по мере рисования, как после Крыма, люди прыгали на крышках и на капотах автомобилей и кричали «Крым наш». Я думаю, там есть еще в загажнике Донбасс, можно его присоединить, да мало ли что можно сделать такого, чтобы уж совсем впасть в полную изоляцию. То есть мы торгуем, как торгуем? Вот, значит, у нас была все-таки мировая уважуха, да, уважали, большая сторона, все. Значит, взяли Крым, пацанки, и уважуха должна продолжаться. Наоборот, вы молодец, да? Кроме того, что вообще хорошая сторона, да он еще взял так и броском взял, знаете, как... Это наше, мы возьмем то, что принадлежит нам по праву. Да, наше, да. Подарили шапку, поссорились, отдай шапку. Но шапку, значит, не отдал, так вырвали. А получается дальше так, что тут-то, оказывается, в мировом масштабе уважуха разменялась на Крым. То есть, значит, Крым-то взяли, а уважуха ушла. И посмотрите, он редко ездит куда-то, мало его куда приглашают. Он как-то так встал в сторонки. Ну, есть, конечно, там группа стран, которые не Крыгуа, например, которые поддерживают. Там еще есть какие-то люди вокруг него, которые ему аплодируют все. Но это как-то маловато. Он же привык к Расбаху, он привык, что Буш смотрит ему и говорит, я верю тебе, у тебя глаза честные. Но все-таки это уже другой уровень и обидно. Поэтому мне кажется, что здесь все вместе собралось и рейтинг нужен. Но рейтинг только если каким-то уж неожиданным таким способом. Я даже думаю, честно говоря, Лиза, я думаю, что Донбасс не поможет. Донбасс такая депрессивная какая-то история. Не, ну почему? Вот мы помогли. У нас там были наши граждане российские, которые к нам хотели. Мы их спасли. Мы прекратили войну. Мы забрали себе хороших людей. Мы забрали хороших людей, но там депрессивный район. И потом там ментальность не слишком такая уж вологодская, рязанская. Там что-то другое. Ну, там, конечно, и не Украина, но и не Россия. И получить это себе на шею, не знаю, я бы не стал делать. Но я думаю, что, может быть, они и сделают это. Тут трудно сказать. Я до последнего момента не верил, что Крым возьмут. Я думаю, что это будет момент такого торга. Знаете, мы взберем Крым, если вы не будете проводить пара-российскую политику. Да, нет, взяли и Крым, и на все наплевали. Но вот исходя из этого тогда такой вопрос. А что Бутину будет важнее? У Вашуха мировая западных лидеров, чтобы он был хотя бы рукопожатным для них? Или у Вашуха внутренняя, когда все скажут, вау, мы там еще что-то к себе присоединили, великая держава? Понимаете, дело в том, что первая у Вашуха уже не получится. Ну, так можно же вернуть, наверное. Нет, ее невозможно вернуть. У Вашуху не вернуть. А вторая у Вашуха можно нарисовать. Ну, просто можно хотя бы сделать так, чтобы вот эта внешняя у Вашуха не скатывалась все дальше и дальше. Тоже не получается. Она будет скатываться совершенно закономерно, потому что, понимаете, когда вертикаль власти, она напоминает такую Останковскую телебашню, она все равно раскачивается на ветру, и надо ее завинчивать. Потому что, если не завинтить, опять пойдут протестные движения и так далее, и так далее. У Вашухи не добьешься, если вот так вот поступить с Навальным, например, или палками, дубинами бить по народу. Причем самое любопытное, что это уже получается ужасное любопытство. Это уже естественно получается, что один Иван идет на другого Ивана. Получается, это уже гражданская война. Да, это уже мы дошли. И при этом мы еще собираемся сейчас поставить памятник гражданской войне и террору красному на Лубянке. В общем, это тоже продвижение вперед по этой линии. То есть получается, что дальше все будет становиться хуже и хуже, я имею в виду международные отношения. Ну, они будут не то, что слишком плохие, потому что у Запада есть свой интерес. Там надо с Ливией разобраться вместе с Россией, с Сирией и многие еще другие вопросы, которые, безусловно, Россия тоже должна участвовать как игрок мировой. Но это не семерка, не восьмерка, не те самые престижные дела, которые были раньше. И все вот жалуются, что никого никуда не приглашают. Не приглашают. Ну, что же, нет, это уважуха. Вот на этом уровне мы попали, как вот с Николаем Первым, последние годы, после 1948 года. Вот знаете, все знают, ай, православие, самодержавие, народность, Уваров, да? А вы знаете, что Уварова ведь отправили в отставку в 1949 году, за то, что он хотя бы хотел сохранить какие-то права университетов. Так вот этот самый, самый вообще крепколобый Николай Первого чиновник полетел в отставку. Ну, вот видите, как движение-то идет, идет и куда-то приводит к какой-то катастрофе. Очень бы не хотелось катастрофы, очень бы хотелось, чтобы был какой-то мягкий переход. Есть среди кремлевских, московских лидеров люди, которые бы могли сыграть в этот транзит, но, не знаю, получится, дай Бог, чтобы получилось. Я за мирные решения вопросов. Ну, кстати, наши слушатели сейчас в комментариях довольно правильно, на мой взгляд, проводят такую границу между уважухой и уважением. Уважуха, понятно, можно нарисовать, а именно уважение, внутреннее уважение к действующей власти. Можно каким-то образом поднять? Ну, во-первых, совершенно замечательно, что проводят параллели, но дело в том, что, понимаете, если вы воспитываетесь в детстве, и там слово уважуха важнее, чем уважение, то очень трудно и переиграть. Вот. А уважение, конечно, это то самое достойное понятие, которое хотелось бы, чтобы было применимо к России со стороны всего мира. И у нас были такие моменты уважения, настоящие у нас было, когда мы пытались все-таки решить свои проблемы реформами, и это был Александр Второй, мы пытались решить эти проблемы так же и в конце 80-х годов. Что-то назревало, но потом мы скатываемся, потому что у нас совершенно нет практики самоуважения. Давайте уж это уважухи перекинемся к самоуважению. Вот если у нас не будет самоуважения, у нас Держинский будет вечно висеть. Ну, как выражается это самоуважение? Ну, вы знаете, дело в том, что надо сформировать какое-то представление себе как личности. И, кстати говоря, таких людей я постоянно вижу в Москве, слава богу, есть такие люди, их много, да и в других городах. Извините, как личности на уровне граждан или как личности на уровне в целом государства? Как личности на уровне самих собой подразумевается, что это люди, которые считают себя достойными уважения. Они хорошо работают, они хорошо зарабатывают, у них есть перспективы, их ценят семьей. Ну, вообще вот всё то, что сформирует понятие добропорядочный, успешный, красивый человек. Ну, звучит так, будто нам нужно просто давать больше денег людям, и они будут себя больше уважать. Ну, это тоже не мешает. Это тоже не мешает. Давать деньги людям, ну, мы же не в скотном дворе, когда разбрасывают зерно. Так не разбросаешь же эти деньги, это надо найти какие-то другие формы отношений между государством и человеком. Надо сказать, что они есть, мы не первые, не последние, которые испытывают определенную боль от авторитарного режима. Мы выйдем, и у нас прекрасная страна, и много замечательного народа, просто прекрасного народа. Ну, вот иногда и нашей стране не везёт, иногда она тоже подворачивает ногу. Ну, вот что должно произойти, чтобы появилось это самоуважение, если следовать дальше по этой цепочке, уважение на международном уровне? Ну, смотрите, дело в том, что мне кажется, что даже вот в этом протестном движении, я сейчас говорю о мирных демонстрантах, там есть момент самоуважения, безусловный. После того, как их прессовали в ментовках, мне кажется, уже возникла матрица для солидарности. Они познакомились между собой, как-то им не понравились. Вместо встречи изменить нельзя. Да, как-то им не очень понравилось, как с ними обращаются. И вот здесь вот зарождается понятие личности, самоуважение тоже, потому что нельзя со мной так отвратительно думают люди обращаться, когда вообще в ментовке нет, в туалете, когда вообще мужчины, женщины находятся в одном помещении, и им, естественно, неловко друг перед другом по разным причинам. Но это всё провоцирует, с одной стороны, ужас, а с другой стороны, человек говорит, я этого не терплю, да, так не может быть. Ну, а вам не кажется, что вот это я этого не терплю, оно как раз будет идти параллельно с ужасом? То есть человек подумает, а стоит ли мне выходить на улицу, если после этого я могу оказаться в ситуации? Это пока идёт параллельно. И надо сказать, что ужаса больше, чем самоуважение. Вот именно. Но с другой стороны, наверное, и в 1905 году с кровавым режимом тоже было сначала больше ужаса, а потом всё-таки куда-то двинулось это. Мне кажется, что тут история, она ещё сама по себе, знаете, она такая девушка с норовом. То есть, ну, об этом Толстой писал в конце «Войны и мира». То есть мы вот планируем тут ужас, тут уважение, тут царь, тут кощей бессмертный. А история что-нибудь сделает такое, сама по себе, что нам покажется, это вот достойно уважения. Или наоборот, вот это да. Ну, разве будет каким-то образом влиять на ход этой истории выход людей на улицу, особенно в таком небольшом количестве? Ну, всё относительно. Я думаю, что и когда было кровавого воскресенья, вышло, конечно, много народа, много погибло тогда. Но всё-таки это не вся страна вышла, да, это вышло в Петербурге определённое количество народу. Так что дело не в том, сколько выйдет, дело в том, как к этому отнесётся остальное население, да, и как к этому отнесётся власть. В общем, конечно, власть сделала много для того, чтобы началась вот такая турбуленция. Возможно, революционная, возможно, просто такая транзитная. Но турбуленция началась, и очень много власть сделала глупостей. По отношению к Навальному, по отношению к мирному протесту, по отношению к реформам, закручивая гаек, это всё те ошибки, которые, вы знаете, можно было даже избежать при этой власти. Ну, вот они что-то такое решили пойти по особенному пути. Ну, я просто подвожу к вопросу, а был ли смысл в этом выходе на улицу, помимо того, что часть людей, которая оказалась в этих тюрьмах, она обрела, как можно сказать, самоуважение. Мы видим, как это воспринимает власть. Мы видим, она бьёт людей дубинками, она сажает их в автозаки, она их арестовывает. Мы видим, как к этому относится большая часть населения. Они слушают Соловьёва, они смотрят Первый канал, и, в принципе, ну, смутьяны вышли побуянить правильно, что их всех распихали по автозакам. Лиза, смотрите, дело в том, что в 1905 году, когда стреляли в толпу, слава богу, в этот раз нет, но в 1905 году, это было начало одного века, теперь всё-таки не надо и стрелять, палки достаточно и дубинная. В общем, получилось так, что, может быть, народ испугался, может быть, власть победила в какой-то момент, но потом это накапливается и в подсознании, и в сознании. И потом приходит февраль 1917 года. Ну, проходит определённое какое-то количество времени. Так что здесь нельзя сказать события, торопитесь, тут как пойдёт. Поэтому сказать, что вот, знаете, вот все теперь, значит, после того, как всех побили, они сейчас будут смирно сидеть, да, наверное, после расстрела пятого года, наверное, тоже на следующий день не вышел бы народ, всё-таки стреляют. Но, с другой стороны, это оседает в подсознании и в сознании тоже, и какой-то вот такой симпатии, знаете, целовать власть в губы никто не будет. Не, ну почему? Полно же полно публичных людей, которые, несмотря на всё это, заявляют, что вот мы за действующую власть, мы против протестующих, вообще, там, за всё светлое, против всего тёмного. Ну, правильно, всегда есть люди, которые исповедуют какие-то идеи, связанные с авторитаризмом, кстати говоря, в них самих сидит такой авторитаризм. Есть люди, которые недемократичны по своей сути, им нравится. И мне кажется, что у нас их достаточно. Их предостаточно, это очень мягко говорить. Дело в том, что у нас до сих пор распространён среди мужчин культ силы, да, вот этот вот гопнический элемент. Вот и какие могут быть перемены, если всех, ну, не всех, большинство вот это вот предостаточно устраивает авторитаризм? Слушайте, у нас в начале века была чёрная судня вообще просто в мрази на мразях. И всё равно как-то, в общем, мы пришли к февралью 1917 года, я не говорю, что там дальше случилось, но всё-таки была нормальная демократическая революция. А здесь тоже могут быть огромное количество людей, которые предостаточно, которые воспитаны просто вот в этой гопнической идеологии. У нас вообще гопник это главный теперь герой получается, который поддерживает власть. Ну, посмотрите, эти ребята, они, это культ силы, это неуважение к женщинам, это вообще, это жена вообще дура. Ну, и так далее, и так далее, да, вот так выстраивается целый ряд. Ну, вот чего стоит видео, которое выкладывали в соцсетях после протестов, где сотрудники силовых структур как раз говорят, ну, просто вот рядовые, во всяком случае, это позиционировалось так. А нечего вставать, у нас на пути, мы вас били, пьём и будем бить. Ну, да, ну, я думаю, что это в каждой стране полиция может себе такое позволить сказать, потому что их так натаскивают. Ну, в каких-то странах более демократичных или совсем демократичных, наверное, такое невозможно, наверное, невозможно вот так вот издеваться над женщинами и быть полностью безнаказанными. Но, вы знаете, у нас своя история, мы можем, если ей не гордиться, то удивляться. Хорошо, вот по вашим прикидкам, предположениям, продолжится ли дальше протест? У нас грядут выборы в Госдуму, которые должны, скорее всего, стать резонансными. Будут ли люди вот выходить на улицу, продолжать как-то выражать свой протест? Ну, знаете, вот здесь как раз большой икс, непонятно, потому что, с одной стороны, я думаю, что напишут всё, что надо написать, там идёт, видите, какие-то трансформации партий и так далее, и так далее, значит, готовится власть серьёзно. А с другой стороны, мне кажется, что тоже выборы, если они пройдут некорректно, это будет серьёзная основа для протеста. На который в итоге всё равно будет подавлен, жёстко подавлен. Слушайте, ну, дело в том, что вообще идеального государства никогда не было и не будет, но какое-то движение в сторону улучшения в России произойдёт просто смена поколения. Я вот гляжу на вас и вижу, что вам и вашему коленю уж явно не понравится рассуждение людей, которые сейчас сидят у власти. В Москве 15 часов 30 минут. Добрый день. В студии Ирина Меркулова. Новости на Эхе. Федеральное бюро расследований США объявило в розыск 13 граждан России, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина. Это связано с предполагаемым вмешательством во внутренние американские дела. За информацию, которая приведёт к аресту Пригожина, объявлена награда – 250 тысяч долларов. 15.34 в Москве. Это Лиза Никина в студии. И с нами Виктор Ерофеев, писатель. Мы продолжаем говорить про протесты до перерыва. Я хотела спросить про Навального. Вот сейчас известно, что его уже этапировали в колонию, но пока неизвестно куда, вообще никакой информации особо нет. Нам говорят, что всё нормально, он там в безопасности, ему ничего не угрожает. Мы вообще верим таким заявлениям? Ну, после того, как он чуть не умер от отравления, то какие заявлениям? Какие можно верить? Конечно, было бы странно, если бы его ещё раз траванули или убили сейчас. Было бы странно, потому что весь мир теперь смотрит. Он вообще, собственно, в России теперь появилось только два политика. Один уже давно появился, а другой недавно. Власть делала всё, чтобы Навальный стал политиком номер два, и чтобы он в какой-то момент пришёл к власти после времени транзита. Я поддерживаю Алексея. Мне кажется, что это абсолютная глупость. Я тоже, кстати говоря, в СНОБе писал либеральный диктатор Навальный. То есть положительно о том, я говорил, что нужна твёрдая рука при транзите, но при этом я немного знаю Алексея, и у него абсолютно демократические такие проевропейские позиции, человек, который хочет открыть Россию миру. Мне кажется, что это абсолютный бред, и вот Amnesty International, и другие заявления, что он там продолжает быть националистом и прочее. Кстати, насчёт Amnesty International. Да, я как раз хотела спросить. Вы знаете, дело в том, что мы почему-то считаем, что Запад нас должен активно поддерживать. Но мы же боремся с диктатурой, Запад, а не за права человека. Ну вот-вот. Получается так, что у Запада совсем другие представления. Кстати, Запад не единая организация, разные страны, разные народы. Но, вы знаете, Россия вот такая, которая есть, для Европы в чём-то и полезна. Она противостоит Соединённым Штатам, она, так сказать, является противовесом, и вы встретите большое количество людей, которые поддерживают Путина и во Франции, и в Италии, и в Германии. Я с ними встречаюсь, причём на самом разном уровне и на очень высоком. Они совершенно не хотят вообще участвовать в какой-то вот такой вот, знаете, условно говоря, уличной борьбе за права человека в России. Ну, как мы не участвуем тоже. Мы участвуем в том, что произошло в Венесуэле. Да это как-то нам не очень это было. По барабану скорее. Так и здесь, понимаете. Но почему-то считаем, что Запад нам что-то должен. Ну, просто Россия – это более крупная и заметная страна, чем Венесуэла. Кто вам это сказал? Я вот только что пролежал в больнице под Парижем. Ну, правда, не с ковидом, а просто у меня какой-то с дыханием что-то наступил кризис. И вы знаете, там все нянечки, все медсёстры и многие врачи вообще не знали, что есть страна Россия. Вообще-то. 20 километров от Парижа. И Москва знали, и все были уверены, что в Москве, поскольку я говорю по-французски, а там ещё были нянечки из разных областей Африки, и я говорил лучше их, а они говорят, а в Москве все по-французски говорят. И представление такое, как в Алжире, вот все говорят по-французски, но некоторые говорят и по-арабски. Ну, и вот у нас тоже некоторые говорят по-русски, а все по-французски. И этого мы никак не выходим на международный рынок, мы не купцы, мы ничего не продаем, товаров нет. Ну, а как же вот газ, Северный поток? Газ, это идёт через какие-то фирмы, и там это не определяется, что это русский газ, это определяется, что просто газ пришёл. Откуда это, кстати, там есть норвежский газ и другие. Вообще Россию тут просто никто не знает. Это, я был в шоке, я написал рассказ, кстати говоря, тоже об этом, отдал французам, они боятся его печатать, поскольку это ужас, что происходит. Они, у них прекрасная оборудование, они лечат замечательно, всё прекрасно. В этой больнице было, я лежал в реанимации 13 дней. Но я вам хочу сказать, что если у меня в голове представление о дереве, это берёза или, ну, в французском варианте, каштан, то там пальма. И если я говорю берёза, то, значит, они ничего не понимают. Они, спадай, пальму. Так очень трудное лечение происходит. Но это одно, это одно. А то, что они абсолютно ничего не знают, прости, причём мне было обидно. Просто обидно, потому что я говорил, я русский, они ничего не понимали. А когда я говорил, из Москвы, ну, что-то такое до них доходило. Так что не надо думать, что прямо такая большая страна... Вы Китай знают? Америку, естественно, знают. Потому что она там на рынке. Она, так сказать, как-то... А мы-то трясём ракетами, знаете, трясти ракетами... Искандерами. Это, да, это, конечно, фалообразно, но сколько можно? Я хочу всё-таки к Навальному вернуться. Вот сейчас Навальный будет сидеть в колонии. Насколько вообще, вот вы говорите о том, что он политик, что он политик наравне с Путиным, а толку-то? Он сейчас сидит в колонии. Что он может сделать для российской политики? Ну, слушайте, ну, в Южной Африке тоже был один человек, который сидел долго, а потом президентом стал. Ну, может быть, пока ничего не сделает. Но то, что он себя проявил, то, что он всё-таки сделал вообще самопожертвенный шаг, приехал в страну, в свою родную страну, и когда уже был схвачен, показал этот разоблачительный ролик про Геленджик, мне кажется, что это удивительная смелость. И человек тоже какой-то сказочный герой. С одной стороны, у нас такой кощей бессмертный, а с другой стороны, вот Иван Царевич появляется. Но Иван Царевич будет сидеть, скорее всего, довольно долго. Неужели его за это время не забудут? Ну, я не знаю. Я не знаю, насколько долго. Я не знаю, когда начнутся перемены. Если будут долгие перемены, но Несса Мандела сидел долго, и всё равно его не забыли в Южной Африке. Я был в Южной Африке, и действительно, я был ещё до того, как он пришёл к власти, и действительно его все знали и помнили, и возмущали, что он сидел. Ну, вот я к какому вопросу подхожу? А не напрасно или была жертва Навального? Любая жертва и напрасна, и не напрасна. А можно поподробнее? Ну, дело в том, что, с одной стороны, конечно, любая жертва, когда ты становишься жертвой, то это очень напрасно, потому что жизнь коротка, и надо сказать, что человек несовершенен. Он просто разрушается, когда он жертвует. А с другой стороны, если ты жертвуешь для того, чтобы действительно исправить довольно вопиющее положение в стране, ну, тогда ты уже из жертвы превращаешься в некое такое, я бы сказала, уже героическое существо. Тогда, понимаете, всё как... Тут, смотри, это очень деликатный вопрос. Мы вообще, знаете, вот привыкли видеть в человека только политическое и социальное содержание. А есть очень серьёзное и экзистенциальное содержание, биологическое. И если мы не будем это замешивать в наше представление о человеке, мы будем его видеть таким одномерным, политическим. Жертву, герой. А есть ещё просто самоуважение, о чём мы говорим сегодня. Это не политическая позиция. Это позиция человеческая, экзистенциальная. Есть ощущение гордости, есть ощущение возмущения. Или, знаете, вот в разных языках есть такое понятие. Это невозможно. Вот идёт, да, и это невозможно. Это так по-польски. То есть немошливы, говорят поляки. То же самое по-английски или по-французски. Сипа, по-сибель, говорят французы. У нас это невозможно. Ещё мало кто проговаривает. То есть мы допускаем практически всё, беспредел. Но когда вот это невозможно будет звучать как ощущение границы, красной черты, тогда мы будем народом, который будет себя уважать. Мне кажется, что у нас есть эта граница, что это невозможно, но мы каждый раз за неё постепенно перешагиваем. Мы думаем, невозможно, чтобы вот так вот взяли и траванули Навального. Невозможно, чтобы он вернулся в Германию, его сразу же взяли и посадили. Ну вот видите, вы, можно сказать, продолжаете мою мысль. Собственно, я хотела сказать ещё вот, что помимо всех этих политических, экзистенциальных мотивов, есть ведь ещё просто жизнь человека, которая, вот жизнь Навального, она сейчас находится под угрозой. Он находится в заключении у людей, которые его отравили. Ну вот это и есть как раз позиция экзистенциальная. Ну, слушайте, тут уже идёт русская рулетка. Знаете, может выстрелить, может не выстрелить. Я не знаю, я не берусь здесь колдовать, я только хотел бы пожелать ему здоровья и благополучия. Хотел бы сказать, вот тюремщикам не переходить те границы, которые невозможно перейти, если вы представляете себя как порядочных людей. Не знаю, представляют они или не представляют, это уже другой вопрос. А есть ли какой-то шанс, что Навального вдруг решат освободить? Ну, был такой шанс, мне кажется, когда там была апелляция и всё, я тоже бы не казалось, что ничего страшного не было, если бы он отправился есть глупцы от тёщи под домашний арест. Ну, я ещё напомню, что есть решение ЕСПЧ, которое сказало, что Навального нужно немедленно освободить. Да, но мы к этому решению, я имею в виду, официальная Россия относится с раздражением и наплевательски. Я давайте к следующей теме перейду. Должны быть уже завтра акции памяти Бориса Немцова. И впервые за все эти годы отменили шествие, отменили марш. Как вы думаете, это связано именно с коронавирусом? Или это действительно какое-то нежелание власти уже на этом уровне разрешать демонстрации? Знаете, Борис Немцов был моим очень близким другом. Мы дружили, и я в 90-е годы, мне казалось, что вот это может быть действительно поразительно умный, яркий и одновременно какой-то такой человечный президент России. Но не получилось. Борис меня часто останавливал. Мы в разных домах встречались, и в студиях, и говорил, слушай, когда меня посадят? А вместо того, чтобы посадили, его просто взяли и убили. Поэтому мне кажется, что здесь вот то, о чем мы говорили, это невозможно, произошло. Ну а теперь, конечно, официальная Россия его очерняет страшно. А есть люди, которые действительно верят в него до сих пор, и я тоже с ними. И для меня, Борис, это действительно та самая Россия, которая достойна уважения и радости, потому что это юмор, это самоирония, это вообще все то, что нужно вот этому новому поколению, дай Бог, чтобы это поколение усвоило бы уроки Бори Немцова. Так почему именно сейчас решили прекратить всю эту традицию с шествиями? Ну просто потому, что решили поставить Дзержинского, прекратить это. Это очередной поворот к гайке. Насколько серьезный? Каждая гайка серьезная тут, любая гайка. Знаете, мне показалось, и мне кажется, что тут даже нет другого мнения, что за 20 лет гайки ни разу не отпустили. То есть, оттепели ни разу не было за 20 лет. Тут в наших комментариях был вопрос, кто опаснее для власти, Борис Немцов или Алексей Навальный. Я, наверное, немного перефразирую, кто сейчас опаснее память о Борисе Немцове, вот как об этом человеке, который мог бы сделать светлую Россию будущего, или Навальный, который вроде как пытается, но сейчас он сидит в тюрьме. Знаете, Навальный гораздо опаснее, потому что Борис скорее раздражал власть. Он раздражал просто потому, что он хорошо ее знал, и он ее, как бы так сказать, дергал за те места, которые власть не хотела, чтобы ее дергали. А Навальный это серьезный политик, который просто претендует на то, чтобы стать президентом России. И Борис, в общем, сложил, как бы, с себя полномочия кандидата, когда просто Ельцин сказал ему нет. Как он говорил, дедушку сказал ему нет. А Навальный не считает, что тут какой-то дедушку ему прикажет. Ну, у Навального сейчас все-таки нет возможности баллотироваться, ни с какой точки зрения. Опять-таки, у Нейтсона Мандала тоже не было никаких. Конечно, южноафриканская тюрьма, может быть, и даже и пострашнее русской. Это вообще тогда была страшная страна. Но с другой стороны, все-таки, дай бог, чтобы это все скорее закончилось. И мы действительно бы имели Россию ближе к вашему поколению и ближе к тем людям, которые вышли на мирные демонстрации. — Вот сегодня появилось сообщение о дочери Немцова, что несколько групп журналистов-расследователей, собственно, расследуют убийство ее отца, и она обещает, что может появиться какая-то важная информация. Насколько сейчас это может напугать власть? — Я думаю, никак она не напугает, потому что она власть научилась тасовать версии как карты. Ничего. Но я пожелаю Жане, чтобы у нее это получилось. Она замечательный журналист, она Немцова. И мне кажется, что если она действительно выдвинет версию, которая будет, что называется, окончательной, то дай бог, чтобы мы ее прочитали и поняли, что произошло. — Ну вот смотрите, вы сказали, что и расследование новое власти никаким образом ничего плохого не сделает, и сам Борис Немцов был скорее таким раздражающим фактором. Так зачем сейчас это закручивание гаек? Тем более прошло столько лет. Люди просто традиционно собираются, проходят. Это не какие-то демонстрации с особыми требованиями. Ну там, насколько я понимаю, основные требования, они довольно стандартные. Это расследовать убийства и, ну, чаще всего, там, сменить Путина и так далее. Но это все, как бы, ну, на любой акции есть. Зачем сейчас это нужно? — Это свидетельство того, что власть как-то переживает по поводу этих дубинок и этих демонстраций, и вообще всего того, что как-то оказалось, что власть не любит. Власть же привыкла к тому, что ее любят, что вот едет человек с голым торсом на лошади, его любят. — Ну так давно же его любили. Сейчас уже его сколько лет не любят. — Ну вот кто-то не любит, а кто-то продолжает любить. И они немножко занервничали. Не то, что они испугались, они немножко занервничали. И в этой нервозности, естественно, считают, что вот придут люди в память Немцову возложить цветы, а после этого устроят какую-нибудь демонстрацию рядом с Красной площадью. Или еще что-то там? — Ну, устроят и разгонят, ну, подумаешь, что в первый раз, что ли? — Ну вот, наверное, есть какой-то предел. Наверное, они еще договорились, что не надо больше так бить палками, еще о чем-то договорились. Они же не все расскажут народу. Ну вот, и поэтому мне думается, что это такая превентивная мера. Ну, конечно, надо, безусловно, почтить память, и надо, чтобы народ пришел, и вообще, вот это уж не уважуха, это настоящее уважение к памяти Немцова. Но если они этого не делают, они делают ошибку, конечно. — Я так между делом напомню, что завтра запланирован онлайн-марафон, где будут показывать фильмы о Борисе Немцове, где будут, в принципе, какие-то, какая-то информация. Ну, то есть целый день можно будет посмотреть на канале, если я не ошибаюсь, мемориала, которого российские власти считают иностранным агентом, и движение «Солидарность» у них будет, это в Ютубе. Я хотела вот еще о чем спросить. Вот все, я упустила мысль, я начала говорить про акцию и упустила какой-то вопрос. Хорошо, я, может быть, к нему чуть-чуть позже вернусь. Когда мы в прошлый раз с вами в эфире встречались, мы говорили о Кирилле Серебренникове, тогда еще не было ему вынесен приговор, но сейчас я хотела с другой стороны немного зайти. Сегодня в должность вступает новый худрук Гуголь-центра. Это Алексей Агранович, и хотел узнать, что вы думаете об этом назначении. Ну, я очень люблю Кирилла, и не зря. Он умный, он яркий, он талантливый. Кроме того, многие годы с успехом у него шла «Моя русская красавица», был замечательный спектакль. Так что как его не любить? Я очень его люблю. Мне кажется, что это нехорошее решение. Вот именно нехорошее таком понятие «нехороший человек», нехорошее решение, что он покинул театр, потому что это театр, который он создал. То есть кто бы ни пришел, этот театр будет развалиться, будет что-то другое. Кто-то побежит из этого театра, кто-то перестроится. Но зачем разрушать тот театр, который был прекрасен? И мне жаль, что это случилось. Я надеюсь, что мы все равно с Кириллом что-то сделаем. Вот Цульевская опера предложила ему сделать «Жить с идиотом». Шнитке написал музыку на мой текст. Ну, может быть, мы там встретимся. Но это за пределами страны. Хотелось бы, чтобы он здесь был. Я хочу ему пожелать в этот трудный час, безусловно, потери театра, потери возможности что-то делать с коллективом, который его любит и который ему предан, в этот трудный час, чтобы он нашел силы и продолжал дальше свое творчество. Ну и сам Серебренников энное количество времени назад говорил, что преемственность – это нормально, что рано или поздно он уйдет, и это будет абсолютно естественным, потому что это хуже, чем вот такое постепенное умирание на своем посту. Ну, здесь можно те же самые параллели провести с Путиным, например. Зачем цепляться за свое место? Можно же делать что-то новое. Ну, я не думаю, что он цеплялся. Он ушел даже как-то раньше срока. Я не думаю, что он цеплялся. Но дело в том, что тут надо еще иметь в виду, что это театр, это его театр. И он не разрушался. Последние годы, наоборот, новые спектакли были очень яркие, интересные. Распада не было. Нельзя сравнивать государственные решения с решениями Кирилла в театре. Тут идет какой-то как раз распад материи в государстве. А здесь, например, какие-то поиски новых творческих решений. Я думаю, Кирилл бы ушел, если бы он почувствовал, что он уже не вправе какие-то вещи делать сам. Но, кстати говоря, он допускал, например, мой спектакль ставил Женя Брукович. Там Кирилл помогал ей. Но, в принципе, были другие люди. Это не то, что он был диктатором и самозванцем, например, этого театра. Нет-нет, он все сделал для того, чтобы этот театр состоялся. И дай бог, чтобы он все-таки продолжался. Потому что там прекрасные актеры есть, прекрасные администрации. Дай бог, чтобы это все все-таки двигалось вперед. Ну вот еще я обещала спросить в конце эфира про памятник. Ну, с самим Дзержинским все, в принципе, ясно, на мой взгляд. Но вот как вы оцениваете такую альтернативу? Дзержинский и Невский. Другого выбора не дано. Вот вам две кандидатуры. Давайте еще про Дзержинского. Значит, в этом рассказе у меня Дзержинский говорит, ну, навечно меня не поставят, все равно скинут. Поэтому, значит, на время не стоит труда эта цитата из Лермонтова. Вот, поэтому он и получает такой Ванька-встанька. Ну, естественно, что придет и скажет, ну, что это? Это человек, который посеял вообще гражданскую войну, расстрелы. Наконец, священников вообще перестрелял. Церковь представила. Я еще хочу сказать, что он у моего деда тряс невероятно. С револьвером его допрашивал. Кто-то ему донес, у моего деда есть золото. А он такой был скромный бухгалтер на железной дороге. Моя бабушка Анастасия Неканольевна ненавидела Дзержинского всю жизнь. А что касается Невского, это тоже, конечно, ну, лучше, конечно. Но я бы поставил на этом месте Новгорода. Есть прекрасный памятник истории России. Там все изображены, да? И хорошие, и плохие, и дурные. И мне кажется, что вот такой бы памятник был. А что Невский, это ставленник Орды, тоже хороший памятник. Я хотела сказать, что у нас время, к сожалению, заканчивается. Пусть наш эфир тоже станет таким своеобразным памятником этому разговору. Вы можете его посмотреть в записи, если не успели сейчас. Сразу после нас Ирина Воробьева и Андрей Коняев. Программа «На пальцах». Потом особое мнение Николая Сванидзе. И особое мнение Дмитрия Глуховского «19 часов». Это был писатель Виктор Ерофеев. Спасибо огромное вам за эфир. Спасибо, Лиза, спасибо. И Лиза Никина. Всего хорошего.